Вы в курсе, что профессия стоматолога занимает уверенные позиции лидера в списке профессий, без которых невозможно обойтись. Рациональное использование современного оборудования в этой области позволяет сделать данную медицинскую помощь еще более доступной, в том числе и в Сочи. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Скажите, пожалуйста, а сколько у нас в принципе муниципальных стоматологических поликлиник в Сочи? Муниципальных стоматологических поликлиник в Сочи у нас 4 по району. Первая – это центральный район, бустоматологическая поликлиника номер 1 центрального района. Вторая – это поликлиника в Адрском районе, бустоматологическая поликлиника номер 2. Третья – это Хостинский район и, соответственно, Лазовский район – это бустоматологическая поликлиника номер 4. И большой ли поток пациентов в наших городских поликлиниках? Ну, я хочу сказать, что, как правило, в муниципальной поликлинике они существовали еще в советские времена, поэтому право каждого гражданина, закрепленного, что он может обратиться, ему оказывается обязательно медицинская помощь. Вот, поэтому, конечно, граждане стараются обращаться по мере своей возможности, по мере своего нуждаемости, в общем, тем более в муниципальной поликлинике ничем не хуже сейчас оборудованы, и поэтому большой поток, мы по этому поводу не можем пожаловаться абсолютно. Большой поток, поэтому вы работаете в авральном режиме, наверное, периодически. Случается такое? Ну, работа у нас осуществляется вообще практически круглосуточно, мы работаем. Поликлиника Центральный район Бустонтология номер один, она работает в две смены с 8 утра до 19.30. Также организована обязательная вечерняя помощь, то есть в ночное время оказывается экстренная помощь. В выходные и праздничные дни также работает обязательно у нас доктор, который в любом случае окажет вам, я имею в виду и отдыхающим, гостям нашего города и местным жителям, обязательно окажет полноценную медицинскую помощь. А вот какие именно услуги оказываются в муниципальных стоматологических поликлиниках, какие основные направления? В рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатного медицинского обслуживания населению у нас проводится терапевтическая стоматология, хирургическая стоматология. Это в обязательном порядке для каждого пациента. И ортопедическая стоматология, зубопротезирование – это услуга платная, за исключением льготных граждан, тем, которые оказываются льготные протезирования. Это ветераны труда, друженики тыла, репрессированные и узники концлагерей летние. Ну и исходя из этого, какие услуги человек может получить по медицинской страховке и что не входит в так называемое ОМС? По медицинской страховке, как я уже перечислила, оказываются все терапевтические и хирургические, то есть это удаление зубов, лечение, эндодотическое лечение, постановка пломб, рентгеновское обследование. Все это по ОМС. Но сейчас, как правило, уже большинство муниципальных клиник, я имею в виду все четыре поликлиники нашего города, они, как правило, предоставляют услуги выбора. То есть пациент может обратиться как по услугам ОМС, по бесплатному, по полису, так же и на платной основе. Поэтому здесь уже остается право выбора только за пациента. А если в этом плане разница по обслуживанию иногородних граждан, что, проще говоря, здравоохранение обязано сделать отдыхающему по страховке, а что ему придется сделать уже дома? Для отдыхающих и гостей нашего города мы в обязательном порядке оказываем понуждаемость, если они обращаются всегда, даже имея на руках только паспорт, оказываем неотложную помощь. Если они имеют полис, значит, разумеется, конечно, на территории нашего города оказывается им тоже та же самая полноценная медицинская помощь. Ну, здесь уже, как говорится, если они находятся какое-то непродолжительное время здесь, то, значит, основное, конечно, там, протезирование и все остальное, это они уже проводят по месту жительства уже. То есть, а так, никакой разницы между гражданами нашими, жителями нашего города и отдыхающими у нас не проводится. Все ясно. Ну, стоматология, отрасль, это где немаловажен эстетический компонент, предложение масса, столько же новых технологий. Ну, вот успевает ли муниципальная клиника за всеми этими новинками, предлагается ли то же самое отбеливание, имплантация? Да, ну, пациенты, на самом деле, часто думают, чем дороже, тем лучше, или пользуются этими услугами у вас, вот ваше мнение. Пациенты, те, которые обращаются в нашу поликлинику, мы предоставляем им весь комплекс услуг, поэтому, если их интересует имплантация, отбеливание, партнерологические услуги, все это мы предоставляем. Ценовая политика по сравнению с частной клиникой, я думаю, гораздо ниже, чем в частных клиниках. Вот, потому что, хотя мы закупаем те же самые абсолютно пломбировочные материалы, адгезивные системы последнего поколения Японии, Германии, анестезия, то есть, в принципе, сейчас выбор широкий, поэтому здесь остается только, как говорится, выбор за самим пациентом. Как отразилась на этой части городского здравоохранения модернизация отрасли в связи с подготовкой к Олимпиаде? Вот что-то появилось новое, высокотехнологичное? В рамках подготовки к Олимпиаде, в 2009 году, бустонтология номер один центрального района и бустонтология номер два адресского района, был проведен капитальный ремонт всех абсолютно помещений, Установлены были пандусы для малоподвижной категории граждан, также были оборудованы электронные регистратуры, ну и введена работа с электронными картами пациента. То есть, вот такие вот мероприятия, полностью вот это вот последствия Олимпиады, скажем так. А что касается именно техники? Техники, значит, у нас в поликлинике, если раньше применялось рентгеновское оборудование, то есть делали снимочки, их распечатывали. Теперь сейчас приобретен радиовизиограф. Он сокращает время, во-первых, минимум облучения пациента, вот, снимки тут же распечатываются, то есть это все. Также есть ортопантомограф, который, этот аппарат, который позволяет, скажем так, в большем объеме посмотреть какие-то уже более обширные боли области. Вот, также, значит, хочу сказать, что работают врачи на скалерах, то есть это вот снимается ультразвуком камень и проводится профессиональная очистка. Ну, то, что в Краснодарском крае серьезно продвинулись в области высокотехнологичной помощи, подчеркивает и губернатор Кубани. Но беда в том, отмечает Вениамин Кондратьев, что в борьбе за космические технологии практически потерялось первичное звено. Ну, это доступность и качество медицинской помощи на местах. Вот, давайте послушаем вот цитату. Для меня принципиально важно, чтобы система здравоохранения работала, чтобы она не была построена на лозунгах. Медицина – область, в которой всегда не хватает денег, поскольку современные технологии требуют серьезных финансовых вливаний. Однако, важно научиться правильно расходовать средства. Необходимо сбалансировать возможности, соотносить расходы с финансированием, при этом сохранив и приумножив качество здравоохранения. Важно максимально обеспечить нуждающихся качественной и доступной медицинской помощью в текущей экономической ситуации. Считаю, что если медучреждение получает серьезное финансирование, и результат должен быть соответствующий. И вот еще глава региона говорит, что очереди к врачам, формальное отношение к пациентам и низкая квалификация специалистов недопустимы. Как вы прокомментируете высказывание губернатора? Ну, на примере собственных, скажем так, и примере своих сотрудников, коллег, я могу сказать, что формального отношения к пациентам у нас нет. У нас даже регистратура, скажем так, сразу встречает пациентов, предлагает им по возможности, особенно если это категория граждан, которые уже более преклонного возраста, стараются припроводить, объяснить, потому что сопряжено, сами прекрасно понимаете, в возрасте уже люди, как правило, или плохо слышат, или несколько раз повторяют. Вот, поэтому формального отношения у нас нет. Мы абсолютно стараемся окружить пациента большим вниманием, максимальным вниманием. Если спорные вопросы, какие-то затрудненные диагнозы, мы стараемся привлечь специалистов смежных областей, то есть там или хирургов из лороотделения городской больницы, иммунологи те же самые. То есть стараемся каким-то образом совместно решить эту проблему, чтобы не доводить ее. Поэтому могу сказать, то, что относится именно по высказу нашего губернатора, мы стараемся полностью прислушиваться, скажем так, и исключить вот такие вот какие-то негативные стороны вот этой жизни. Вот и здорово. Ну, с технологиями все понятно, а тем более, что по официальным данным Краснодарский край входит в четверку лидирующих регионов России по доступности населению современных медицинских технологий. А вот какие новые методы исследований за последнее время внедрены в лечение стоматологических заболеваний в Сочи? Новые методы. Значит, на базе нашей поликлиники у нас работает хирургический кабинет, в котором проводятся операции. Операции, я имею в виду в той же системе ОМС, такие как ушивание рвана, ушибленных ран, коррекция леверных отростков, иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта, вестибулопластика, коррекция уздечки языка, верхней и нижней губы, гемисекция, ну а также, как Новухао сейчас говорит, имплантация. То есть я хочу сказать, что пациенты, те, которые обращаются, если раньше, так как правило, больше, большое количество пациентов мы, ну в силу, скажем так, не хватки оборудования и модернизации, мы отправляли или в 4-ю горбольницу, или в Краснодар, в край, то сейчас мы стараемся собственными силами, стараемся, во всяком случае, большую часть населения предоставить вот эти вот услуги, вышеперечисленные. А характеризуйте, пожалуйста, вот общую ситуацию со стоматологическими заболеваниями в Сочи. С чем чаще обращаются? С чем чаще обращаются? Сочинцы. Ну, какие проблемы? Первоначальная стоматологическая, скажем так, единица, с которой начинается все это кариес. Поэтому, если пациент вовремя, хотя бы 2 раза в год обращается к врачу с целью профилактики, профессиональной чистки зубов, то, конечно, все эти кариозные процессы, они стабилизируются и не распространяются. То есть ничего необычного у жителей курортного города не случится? Нет, да. Ну, бывает, понятно, что в силу, скажем так, занятости, тем более сейчас жизнь уже гораздо быстрее, стремительнее становится, то есть люди не успевают попасть. Ну, бывают, конечно, случаи экстраординарные, когда человек приходит уже там припухший, отекший. Нового ничего не происходит. То есть, в принципе, все то же, что и было. Сочинская поликлиника, насколько мы еще знаем, является профильным организационно-методическим центром для подготовки врачей-интернов и студентов стоматологических факультетов, медицинских учреждений, высших учебных заведений России. Ну, сейчас, если честно, вся надежда у граждан на них, на молодых специалистов. Ну, вот есть мнение, что в том числе и в кубанской медицине кризис не экономический, а профессиональный. И в связи с этим предлагаю послушать обращение губернатора Вениамина Кондратьева к будущим врачам, выпускникам Кубанского медицинского университета, которым он вручал дипломы о высшем образовании. Вы выбрали для себя профессию, с одной стороны, очень почетную, но, с другой стороны, груз ответственности у вас будет очень велик. Боль пациента, боль человека, она будет отчасти для тех, кто на самом деле пришел в эту специальность по зову сердца, это будет вашей болью. Здесь надо понимать, что ваш профессионализм, ваш опыт, который вы будете с годами набираться, безусловно, будет рубцами отражаться на вашем сердце. Вы будете здесь, на нашей земле, делать добрые дела, лечить людей. И просто поверьте, что вы нужны. Нужны Краснодарскому краю, нужны Кубане, нужны своей малой родине. Вы нужны своей земле. Так вот, как у нас идет подготовка, возможно, переподготовка кадров, и существуют ли стимулирующие, возможно, программы для закрепления молодых специалистов в городе? Как правильно отметил наш губернатор Венин Иванович, хочу сказать, что подготовка молодых специалистов, молодых кадров – это обязательное условие при работе с пациентами. Поэтому мы полностью поддерживаем администрацию нашей поликлиники. Я думаю, точно так же, как и администрация всех поликлиник города Сочи, они абсолютно все поддерживают. Поэтому по мере возможности мы стараемся эту инициативу внедрять, и для нас она является первоочередной задачей. На базе нашей поликлиники всегда, как правило, уже много лет приезжают и молодые специалисты, те, которые закончили, те, которые заканчивают, или которые продолжают учиться в доктора. Вернее, молодые специалисты, они проходят практику, они смотрят, они пытаются самостоятельно работать. То есть мы даем, наверное, какой-то первый шаг, первый толчок для самостоятельного обучения, для самостоятельной работы. И процентов 70-80 возвращают, как правило, в нашу поликлинику. Поэтому нам нравится, мы довольны, довольны наши пациенты. Ну, то есть действительно можно сказать, что молодые специалисты, новая кровь, новые знания, свое новое видение. То есть это положительные результаты? Они приходят, да, они приходят, конечно, пытаются каким-то образом внедрить свои, то, что вот они недавно услышали, получили какие-то новые знания, разумеется. Ну и поколение того, которое гораздо больше работает уже на приеме, оно прислушивается, значит, так же происходит, как обмен опытом между молодым и старым поколением. Понятно, что это. Так что молодые специалисты в цене, и мы очень гордимся. Я довольна, допустим, что в нашей поликлинике большой процентов, наверное, 60 врачей, которые работают, недавно окончив, и работают на очень хороших, на высоком профессиональном уровне. По поводу переподготовки кадров я могу сказать, что в обязательном порядке каждый специалист, медик раз в 5 лет проходит усовершенствование, подготовку. То есть есть выездные циклы, приезжают к нам сюда, то есть без отрыва от производства. То есть в любом случае какие-то новые, более новые, совершенные методы лечения, препараты эти, которые у последнего поколения, все это, конечно, мы в курсе этих новинок, наши врачи. Учитывая тот факт, что на сегодняшний день проблеме оказания медицинской помощи, стоматологической помощи населению города Сочи уделяется огромное значение, врачи-стоматологи являются членами клиника-экспертной комиссии города. Вот комиссионное рассмотрение наиболее сложных клинических случаев дает положительный результат? Конечно, разумеется, потому что стоматологи, так как они являются членами национальной комиссии клиника-экспертных, бывают какие-то спорные случаи, когда приходится разбирать, и пациент, как правило, уходит удовлетворенным. А проводится ли профилактика заболеваний? Профилактика стоматозаболеваний в обязательном порядке проводится на базе всех поликлиник Центрального, Адлерского, Хостинского и Ладлерского районов. Значит, в нашей поликлинике, Центральный район номер один, проходят дни здоровья. Как правило, это субботние дни. Мы заранее извещаем население, подготавливаем для них небольшие, скажем так, лекции, какие-то беседы, то есть по мере возможности люди подходят, спрашивают, интересуются. Специалисты нашей поликлиники рассказывают, как правильно ухаживать за зубами, какими предпочтительными пастами чистить, какие щеточки выбирать, что такое ирригатор, как им пользоваться. Очень много приходит пациентов уже более старшего поколения. Они интересуются, как ухаживать за протезами, съемными, несъемными, потому что, сами прекрасно знаете, что с полости рта начинаются все наши заболевания. Внутри, внутренние. Это однозначно, да. А что ждет стоматологическую службу курорта в ближайшее время? Возможно, планируется внедрение еще современных технологий или методик лечения? Ну, медицина – это такая отрасль, которая, как и любая наука, она не стоит на месте. Это постоянно, она развивается, постоянно совершенствуется, постоянно проводятся какие-то новые исследования. Вот, поэтому администрация нашей поликлиники в лице главврача Дубовицкого Станислава Владимировича, он всегда следит за всеми новинками, старается по мере возможности и сам обучаться, и отправлять нас, своих подчиненных. То есть мы все, что можно, мы слышим, видим, впитываем, скажем так, мы приезжаем и все абсолютно пытаемся донести до наших пациентов, чтобы пациенты оставались довольны, потому что пациенты тоже где-то слышат, где-то видят, подсматривают и говорят, а вот это вы знаете, а вот это бы нам хотелось. Поэтому нам и стараемся не отставать. А к слову, муниципальные стоматологические поликлиники работают в две смены, к тому же там организована работа по оказанию экстренной стоматологической помощи в вечерние и ночные часы, а также в праздничные и выходные дни. И еще не забывайте про диагностику. Это крайне важный момент, поскольку успех лечения зависит от полноты и достоверности информации. Этот метод, подчеркивают медики, позволяет выявить патологию и незамедлительно оказать своевременную помощь, которая дает шанс для спасения жизни, будь то пострадавший из-за травмы или же человек, носивший в себе болезнь онкологического происхождения. Наталья Викторовна, спасибо вам огромное за беседу, за то, что нашли время для участия в нашей программе. Напомню, гостем нашей студии была заведующая терапевтическим отделением стоматологической поликлиники номер 1, Сень Наталья Викторовна. Спасибо вам большое. Спасибо. На этом время нашей программы подошло к концу. Будьте в курсе всех событий города и всего вам самого доброго. Продолжение следует...